Так, поехали. Сегодня мы с вами начинаем изучать HTML и CSS. И вначале я хочу вам, естественно, рассказать, где мы будем работать, какие редакторы можно использовать. Поэтому давайте сначала с того, что такое вообще HTML. HTML – это аббревиатура, которая расшифровывается полностью как Hypertext Marked Language, что в переводе на русский означает «язык разметки гипертекста». Само по себе понятие «гипертекст» – это текст, который наполнен различного рода гиперссылками. Что такое гиперссылка, кто знает? Ну, все гораздо проще. Это что-то, на что можно нажать и попасть на другой документ. То есть документ, который нам позволяет осуществлять навигацию посредством кликов. Просто? Да. Ну, так вот. На самом деле, сам по себе HTML-документ является из себя не что иное, как обычный текстовый документ, который открывается браузером за счет того, что его содержимое написано на языке HTML. Ну, что такое браузер, вам объяснять не надо, да? Кроме этого, хочется отметить, что хоть сейчас мы с вами будем писать сайты в локальной папке, то есть просто будем создавать папку в ней сайт, но эта папка легко перемещается на сервер и выкладывается в интернет в том виде, в котором она есть. Поэтому, если вы будете соблюдать все правила, никакой проблемы потом с выгрузкой вашего проекта в интернет не будет. Есть два, как минимум, пути. Это сделать свой компьютер с сервером. Но тут куча недостаток. Нужен статический IP-адрес, нужно то, чтобы компьютер был 24 на 7 включен, чтобы на сайт могли зайти. А это неудобно, правда? Поэтому чаще пользуются услугами хостинга. В интернете есть целая куча сайтов, которые предоставляют эту услугу. Вы просто размещаете туда свой готовый сайт, а у них машина включена 24 на 7, и она ваш сайт поддерживает. Это удобно. Ну и, естественно, бесплатность второго решения под вопросом, так сказать. То есть есть действительно бесплатные хостинги, их мало. Основным их особенностью является то, что они добавляют рекламу на ваш сайт обязательно. Ну, без этого никак. Ну или платные, ну тогда надо платить самостоятельно. Можно сказать? Ну, как хотите. Ну, так вот. Давайте я сначала покажу вам простейший документ HTML, и покажу вам, что действительно его можно создать в чем угодно. Например, я беру просто создаю текстовый документ, и переименовываю его в index.html. Поменять? Да. Видимо, его сразу же браузер будет открывать, но в нем пока пусто. Поэтому правая кнопка. Открыть с помощью. И я его открою ничем иным, как известный всем программой. Знаете, какой? Блокнотом, да? Абсолютно верно. Блокнотом для начала. Блокнотом здесь мы напишем некоторый код. Сейчас пока не вдумывайтесь в подробности. Я просто его пока напишу, покажу, что это работает. А потом мы немножко обсудим код и обсудим редактор, и где это можно писать. Просто принято. И давайте откроем этот документ в браузере. Как видим, браузер его успешно открыл. Вот сюда подставилось то самое слово Вася, да? Вот сюда Hello World. Все вытянулось вот отсюда. Это самый простой HTML документ, который, в принципе, можно только написать. Давайте теперь обсудим, что в нем есть и с чего он состоит. Если вы заметили, тут целая куча конструкций вот такого вот вида, да? Эти конструкции принято называть тегами. Тег, собственно говоря, является основной единицей в HTML. То есть все вещи, которые мы пишем в HTML, по сути, являются в той или иной степени тегами или их содержимым. Сам по себе тег — это инструкция браузеру о том, что нужно ему что-то либо отрисовать, либо сделать. Ну, например, вот мы пишем тех-тайтл, да, и тех-тайтл говорит о том, что надо установить заголовок в вкладке. Понятно? Пишем тех-боди, а то, что в техе-боди написано, браузер понимает, что это то, что нужно вывести на страницу. Понятно? Тех-хэт, соответственно, говорит нам о том, что это та область, которая влияет на страницу, но на самой странице ее нет. Ну, вот такие вот моменты. Ну, соответственно, тех-html, понятно, да? Это самый такой вот базовый тех, в котором все просто хранится. Теперь немножко поподробнее про теги. Теги в общей сложности делятся на две группы. Это парные и непарные теги. Парные теги — это теги, которые имеют какое-то содержимое. То есть в общей сложности они выглядят так. Тег, контент, слэш тег. Понятно, что тег — это конкретный тег уже будет здесь у вас. У меня сейчас обобщенное пишу. И здесь какой-то конкретный контент. У тегов бывают атрибуты. Имя атрибутов тоже будут разные. Я сейчас пишу от ATR1. Но атрибуты зависят от конкретного тега. И от того, что мы хотим с этим тегом сделать. Ну, здесь, например, атрибут 1, value 1. То есть атрибут 1, значение 1. Потом у нас может быть какой-то атрибут 2 со значением 2. И так далее. Атрибутов может быть сколько угодно. В зависимости от того, какой это тег и что вам нужно сделать. Понятно? Атрибуты в той или иной мере настраивают текущий тег. То есть, например, если это картинка, нам нужно указать, где она находится. А если это ссылка, то куда она ведет? Правильно? То есть, вот эти вот настроечки, они выносятся в атрибуты. Тут есть вопросы? Нет. Для парных тегов характерно то, что они воздействуют на то, что находится у них внутри. То есть, на свое содержимое, которое также принято называть контентом. Я думаю, слышали это слово не один раз, да? Есть также одиночные теги. В чем отличие? В одиночные теги пишутся вот так вот. Тег и куча атрибутов. И все. То есть, у них нет закрывающей пары и содержимого. Такие теги зачастую являются самостоятельными инструкциями, которые просто говорят, что браузеру нужно что-то сделать или что-то понять. Понятно? Вот, собственно говоря, и вся такая вот базовая информация касательно самого HTML. Давайте теперь вернемся к вот этой вот записи, которая сделана сверху. Это называется стандартная структура HTML документа. Первая строка, доктайп HTML, это даже не совсем тег. Это директива, которая просто говорит о том, что мы пишем на языке HTML стандарта 5. Понятно? Вот точка. Все, она всегда здесь есть. Всегда в HTML документе есть корневой элемент. То есть, элемент, в котором лежат все остальные. И этот элемент называется как, как вы думаете, еще раз? HTML, да. То есть, вы видите, вот он начался, вот он закрылся. А все остальное является его контентом. То есть, лежит у него внутри. HTML делится на две части. Это head и body. Head, та часть, которую мы не видим. Вот, например, ну, может быть, частично видим. Но она влияет на поведение всего остального. И body это то, что непосредственно выводится на саму страницу. Тело, да? Тело документа, да. Принято говорить область заголовков и тело документа. Тут есть вопросы какие-то? Какой вот, типа, если ты начинаешь тег, то у нее здесь вообще, когда ты заканчиваешь... Да, 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 обратите внимание, что если тех парный, то закрывающая часть идет вот здесь вот со слэшем всегда. Как сделать абилляцию? Это ну как отступило? Ну, кнопка tab. Тут тоже отступило? Конечно. А мы не будем здесь писать. Мы же не извращенцы. Зачем такое делать? Это неудобно, это сложно. Блокнот от него, как от редактора кода, отказались сто лет назад. Ну, фе, фе. Одним словом, фе. Есть куча редакторов, которые на порядок лучше. Которые, во-первых, будут подсвечивать нам синтаксис. То есть нам будет подсвечиваться теги разными цветами. Подсказки. Да. Нам будут подсказки в виде выпадающих списков, чтобы мы могли выбрать продолжение, а не писать руками. У нас будут комбинации клавиш и так далее и тому подобное. Зачем нам использовать то, что устарело? Что я хотел показать блокнотом? То, что HTML-документ это обычный текст. Ничего в нем такого страшного особенного нет. И видите, он прекрасно отображается браузером. Теперь приступим непосредственно к редакторам. Редакторов у нас много. Из рекомендуемых мной есть несколько штук. Самый простой бесплатный редактор. Ну, как условно бесплатный он называется. То есть у него очень интересная лицензия. Он никогда не будет блокироваться. Им можно пользоваться. Он просто периодически будет выдавать окошко, что меня надо типа купить. И все. То есть если купишь, просто не будет появляться окошко. То есть условно бесплатный. Пользуйся сколько хочешь. Если не хочешь, чтобы всплывало окошко, заплати. Этот редактор. Давайте откроем в нем тот же документ. Так, где мой? Вот он. Видим, уже выглядит немножко красивее. Правда? Позволяет открывать папку. Просматривать содержимое папки. Это тоже важно. То есть если я сделаю Open Folder. Например, открою на рабочем столе какую-нибудь папку. Вот экзам. То у меня будет слева, видим, список всех папок и файлов, которые тут есть. По ним можно будет ходить. Это тоже удобно. В чем недостаток редактора Sublime Text? Его тяжело настраивать. Если вы его настроили, с ним работать вот так. Наверное, самый удобный даже редактор будет в плане работать, когда он уже настроен. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что вам немножко другой похожий редактор покажу. Да. А где подславали? Там листочка с вами была неправильная надпись. Где? Это что неправильная надпись. Нет, это все правильно. Просто когда нажимаем, нажали на тех, он просто подчеркивает, где его вторая половинка. Видно? Да. То есть видим, нажал на title, подсветил второй title. Это удобно. Так. А что надо настраивать? Настраивать? Ну, например, смотрите. Сейчас я могу сделать, например, вот так. Прикольно? Создал базовую структуру, и у меня на что это четыре буквы и там. Что? А бинды? Ну, не бинды, это называется немножко по-другому, но суть в другом. Суть в том, что есть куча плагинов для него, которые влияют на его поведение. Там комбинации клавиш, возможности по открытию и так далее и тому подобное. На него их много. Ну, мне, на самом деле, из простых редакторов он больше всего нравится. Из сложных, из классных, по-настоящему классных редакторов следует отметить, конечно же, WebStorm. Вот он. WebStorm для написания веб-страниц, ну, ему равных, наверное, просто нет. Но у него большой недостаток. Знаете, какой? И платный. Он платный, и причем дорогой. Да. Несколько сотен долларов. Наезжий другой способ. Что? Наезжий другой способ. А вы найдите. Вот это ты делаешь. Здесь-то мы сможем им пользоваться, потому что здесь есть лицензия у него. Ну, вернее, на всю группу редакторов от этой компании она предоставила. А дома вы его себе поставить сложно будет очень. 30 дней бесплатно, конечно, но тем не менее. Поэтому мы его трогать сейчас не будем. Я вам потом его покажу. Ну, вещь классная. Ну, и есть такой вот более-менее компромиссный вариант. Не путайте с Visual Studio. Вот это Visual Studio. Visual Studio это тяжеловесная программа. Она весит несколько гигабайт. Она, кстати, платная, между прочим. И она служит для разработки приложений под Windows, в первую очередь. А то, что будем мы использовать, это имеет похожее название, но это не Visual Studio. Это просто редактор от той же компании. Понятно? Да. И нажимается он Visual Studio Code. И плюс то, что он бесплатный, да? Да, и он бесплатный. Вот, Visual Studio Code. Маленький редактор. Достаточно удобный. Не могу сказать, что очень быстрый. Sublime Text шустрее. Не могу сказать, что прям суперудобный. В какой-то степени Sublime Text тоже удобнее. Но автокомплит, ну, то есть подсказки. Подсказки в нем работают лучше, если вам интересно. Это такой вот моментик. Кроме того, хочется отметить, что у него очень удобный интерфейс по установке всяких плагинчиков. Вот, видите, расширение. И он украинский. В смысле? И он. Это украинский язык. Ты можешь и китайский постараться. Да. Тут языков целая куча. Ну, разработан он в Америке. Это майкрософтовская разработка. Писать можно все, а компилировать не очень. Да. Вот в этом можно компилировать. В чем разница, собственно говоря, и есть. То есть надо понимать, что HTML это некомпилируемый. Это просто текст. Поэтому для этого этого редактора более чем. Что-то я еще хотел. А, да. Есть еще редактор Atom. Ну, там тяжело. Там он настраивает. Да его все надо настраивать. Без исключения. Да. Atom. Ну, вообще, если честно, он мне нравится не очень. У него другая проблема. Вот посмотрите, сколько он сейчас будет открываться. Я в нем пытался делать дамбар. Вот видите, сколько он открывается. Ощутили разницу, да? Угу. Помните, как открылся Sublime? Как открылась Visual Studio Code чуть-чуть дольше, чем Sublime? И как открывается Atom? Очень медленно. Мне очень это не нравится. Ну, и хочу еще отметить также. Некоторым людям очень нравится редактор. Мне не нравится. Я не знаю. Мне он просто не... Не для меня, скажем так. Это brackets. Brackets. Да, скобки. Достаточно популярная штука. У него есть свои классные плюшки. Вот, действительно, классные плюшки. Вот, например... Вот эта кнопочка. Давайте я ее нажму, покажу, что это такое. Да, это очень крутая штука. То есть, вот видите, здесь есть код. Вот он открыт здесь. Теперь я на лету начинаю менять код. Brackets, что-то там. Нажимаю Ctrl-S. Не понял. А, да, его нельзя. Это стандартный файл. Простите, стандартный файл, оно не дает его редактировать. Ну, в общем, идея в чем. Как только мы сохраним, оно сразу же в браузере обновится. Это очень удобная штука, но мне он не нравится во многих других местах. Начиная от подсветки синтаксиса, заканчивая подсказками, которые он дает, и размещением вкладочек. То есть, они здесь рабочие файлы сбоку. Я привык рабочие файлы видеть сверху. Ну, дело такое, на любителя. Поэтому, просто мне не нравится. Вот и все. WebStorm самый крутой редактор. Ну, это однозначно. У него автокомплит даже строится на основе всех файлов, которые есть у вас в проекте. Он подсказывает пути. Ну, это бомбезная штука. По скорости он открывается долго. Но ему это простительно. Из-за его функционала, который он дает. Половина вам, именно вам, не нужна. Мне нужна, потому что я работаю с этим немножко по-другому, скажем так. Так, на чем я остановился? Ну, так вот. Редактор мы открыли. Работать, я говорю вам, мы будем в Visual Studio Code. Позже покажу вам WebStorm еще чуть-чуть. Посмотрите разницу тоже. А пока что, как только я его открыл, мы делаем небольшую настройку. Видим, установить сочетание клавиш. Здесь есть кнопка. Нажимаем. Я выбираю IntelliJ IDEA K-Binding. Вот он. И нажимаем установить. На самом деле это на любителя. Просто, что такое IntelliJ IDEA? Это, собственно говоря, вот эта вот цепочка IntelliJ IDEA, WebStorm, PHPStorm. Вот эти вот программки. PyCharm, кстати. К слову. Вот этот вот цикл программ разработан компанией JetBrains. И у них одинаковые комбинации клавиш. Я очень сильно привык к вот этим вот программкам. И поэтому мне удобно работать именно с вот этими комбинациями. Да. Поэтому я сразу же ставлю такую настройку. И рекомендую вам поставить. Просто потому что, когда я буду говорить, как это делать, я буду опираться на то, что я знаю комбинацию из этой раскладки. Понятно? Да. Вот такой вот момент. Теперь дальше. Как мы начинаем работать с сайтом? Новый сайт создаем. Вот, поехали. Нам необходимо создать папочку, в которой мы будем делать этот сайт. Всегда. Каждый сайт в отдельной папке. Понятно? Да. Я ее называю, например, какой-то сайт 1. Подходит? Да. Нажимаю файл. Открыть папку. И выбираю на рабочем столе этот сайт 1. Оп. К слову, еще не сказал про visual studio коды. В чем его самое большое преимущество сейчас для нас? Нам его вообще не надо настраивать. Знаете почему? Все плагины, которыми мы будем пользоваться, в нем уже установлены. Из коробки. Собственно говоря, так же, как и в веб-шторме. Что? А его недостатки? Недостатки у него есть, поверьте. Ну, мелочи. Например, самый популярный плагин, которым я пользуюсь повсеместно. Собственно, тот самый E-Mod. Который в любом случае, если ставим Sublime, нужно будет в него поставить. Без него там никак. Он здесь работает как-то кривовато. Ну, есть всякие мелочи, из-за которых мне Sublime нравится больше. Иначе бы я им не пользовался. Когда мне нужны легковесные. Ну, это так. Вопрос того, что вы хотите сделать. Sublime один раз настроил и забыл. Здесь я одну настройку поменяю. Так. Настройки, настройки. Параметры. Вот они. Параметры, параметры. Да, здесь параметры настраиваются текстом. В Sublime тоже. Но только разница в чем. В Sublime вы видите вот это и все. А здесь еще есть подсказки. Как настроить. Я просто беру, копирую и вставляю. И меняю значение на свое. Я просто увеличил текст, если что. Для чего? Потому что мы сейчас будем... Ну, я делаю запись видео, чтобы у вас осталось видео потом с этого занятия. Чтобы потом, когда мы будем читать код на видео, вернее вы будете, вам было видно, что там написано. Итак, вот здесь вот сайт 1. Я нажимаю плюсик и добавляю файл. Вот видите, здесь есть файл и папка. Я нажал на файл. И файл, соответственно, называю index.html. Всегда .html. Всегда главная страница, вот которая самая-самая главная на сайте, да, она всегда должна называться index.html. Понятно? Запомнили это правило? Да. Это важно, потому что на хостингах будет искать именно его. Так, мне вот эта штука не нравится, ее надо отсюда убрать. Угу. Не так. Как я это убирал? А, вот, скрыть из боковой панели. Нашел. Ну так вот, приступим. Так как здесь установлен плагин под названием Yemat, он содержит целую кучу очень крутых вещей, которые можно делать, сниппетов так называемых. Я делаю восклицательный знак и нажимаю tab. И у меня сгенерировалась стандартная структура html и даже немножко больше. Так? Мета сейчас поговорим о них. Итак, видим здесь html, length равняется en, en нам не подходит, мы пишем run, да. Смотрите, пока что мы оставляем только первый из метатегов, остальные два грохаем, они нас не интересуют пока. Что вот это за метатег и зачем он надо? Если я напишу hello world, да, теперь открою этот документ в браузере. Все нормально. Все окей. Теперь рассмотрим ситуацию. Я меняю вот эту твукодировку. Вместо правильной, она здесь правильная прописана, utf8, пишу windows 1, 2, 5, ну да. Он будет. Но вы сейчас увидите, как оно будет выглядеть. С английским все классно, да? Но теперь я здесь пишу привет мир. Крок азиабры. Да, да, да. Но если я пропишу utf8, что у меня русский язык? Значит, смотрите. Компьютер, он умеет оперировать чем? Цифрами. Он не знает, что такое буква. Правильно? Что такое кодировка, как таковая, charset? Кодировка – это соответствие между цифрами и буквами. То есть, в такой-то цифре такая-то буква. И документ может иметь разную кодировку. Например, блокнот использует кодировку 1, 2, 5, 1 в Windows. Поэтому в нем, наоборот, надо было бы прописать Windows 1, 2, 5, 1. А редактор Visual Studio Code, как и Sublime Text, как и все профессиональные редакторы сейчас, в настоящее время, использует кодировку utf8. А в Solution? Она стандартна в данный момент. Они, в принципе, много общего имеют. Просто utf, unicode, кодировка, чем она прикольная? Она одинаковая для всех языков. То есть, хочешь на китайском, хочешь на французском, хочешь на еще каком-нибудь, где есть другие буквы, кроме английских, он любой язык поддерживает. А вот в Windows и нет. В Windows для русского языка там 1, 2, 5, 1, для каких-то там других символов, еще какая-то кодировка. Ну, вы поняли концепцию. Поэтому utf8 очень удобная кодировка. Она поддерживает все языки, и она стала стандартом. На самом деле, utf8 это немножко обманка. Сама кодировка изначально utf8 означает 8 бит, то есть 1 байт на символ. Она расширяется автоматически до utf16, так называемой. Но это, по сути, одно и то же. Стандартом стала запись utf8 при этом. Так, ну так вот. Что, поехали? Что, сами не будем делать? Что вы сами будете делать еще? Вы еще сами ничего не знаете. Да. Вы еще увидели базовую структуру, и можете сделать привет, мир. Да. Толку от такого, неинтересно. Мы же должны разобраться, что вот тут в боди можно писать, правильно? Как я уже сказал ранее, основной единицей HTML документа является что? Ну, 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 что я говорю? Нет, боди. Теги, теги. Теги, конечно. Теги. Замечаю, что у нас это, в принципе. Да, я замечаю, он постоянно. Разбудите его. Принесу бутылочку воды, и буду поливать. Да, я задумался. Да, вырос. Да. Да, задумался. Как же. Да, я задумался после фишки. Так. Ладно. Сядьте нормально, пожалуйста, мясо. Не надо лежать. И не будете спать. Ну, так вот. Значит, смотрите. Первая группа тегов, которую мы познакомимся, это будут заголовки. Значит, смотрите, какие у нас есть заголовки. У нас есть H1. Кстати, Yemad позволяет нажимать Tab, и оно будет генерировать тех. Ну, вы пишете только название тега, Tab, и он его генерирует. Понятно? Вот H1 Tab, он мне H1 сделал. H1, и в нем пишем, ну, я напишу так, Header Level 1. Заголовок уровня 1. Что это такое? Если вы видели, привет, мир, было маленькими, теперь у нас большими, да? Вообще, на размер букв сейчас смотрите не в первую очередь, потому что это все можно перенастроить, поменять в вашем документе. Об этом будем говорить дальше, но, тем не менее, я сделаю несколько штук. H3. Header Level 3, соответственно. Потом я здесь поставлю как многоточие просто. И у меня сразу будет H6. То есть, их есть 6 уровней. И зачем они нам нужны? Когда у вас есть сайт, да? На нем бывает заголовок страницы, да? На странице бывает заголовок статьи, в статье бывает заголовок пункта и так далее, да? Ну, так вот, это все заголовки. И для них специально созданы вот эти теги. При этом нужно располагать их по значимости, ни в коем случае не по размеру текста. Размер текста, я же говорю, можно изменить. А значимость тега нет. То есть, H1 это самый важный заголовок, это всегда заголовок страницы. Про H1 нужно запомнить одно простое правило. Правило звучит так. H1 на странице может быть только один. Понятно? Потому что это заголовок самой страницы. А на странице сколько может быть страниц? Одна, конечно, да? Потому что это она и есть. Логично, что поэтому один заголовок. H2, H3, H4 и так далее могут быть сколько угодно. Но никогда не может быть, что статья имеет заголовок H3, а заголовок пункта в ней H2. Это нелогично, правда? То есть, понятна концепция? То есть, чем выше степень важности самого заголовка, тем меньше цифр. И чем больше вложенность, тем больше цифра. Максимум 6 уровней. H7 не бывает. Понятно? Да. Хорошо. Вот такие вот теги. А что характерно для этой группы тегов? Каждый из этих тегов является так называемым блочным элементом. Блочным называется элемент, который съедает под себя всю ширину родительского элемента. То есть, H1 занимает всю ширину боди в этом случае. Понятно? Родительский элемент это тот, в котором он написан. Вопросы? Родительский элемент, да. Родительский, смотрите. Вот у меня H1 лежит внутри боди. Так? Значит, говорят, что боди является родительским элементом для H1. Если бы между ними что-то еще было, тогда бы можно было сказать, что это еще является родителем для H1. Понятно? То есть, родитель это то, в ком он лежит. То есть, так же само у меня мета лежит в хэде, а хэд лежит в HTML. То есть, HTML родитель для хэда, хэд родитель для мета. Понятно? Мета родитель для титул, да? Нет, мета не родитель для титул. А это мета, это брат титул. Да, абсолютно верно. Они лежат на одном уровне. Мета, это не парный тег, как вы обратили внимание, да? У него нету закрывающего. Поэтому в нем ничего лежать не может. Он не может быть родителем, он бездетный. Да, вот такой вот у нас тех. Давайте попробуем просто пописать текст. Я пишу привет, а на следующей строке мир. И сейчас какое будет мое удивление, что привет и мир окажутся на одной строке. А теперь я пролистаю еще больше строк. И все равно они окажутся на одной строке. Вот-вот. Да, да-да, на самом деле все очень просто. HTML не знает, что такое перенос строки. Абсолютно не знает. Ему все равно. Нет, он правильно делает. Здесь все описывается тегами. Нет тега, нет переноса. Понятно? Просто если говорить за h, h1, h2 и так далее, почему они на новых строках? Потому что я сказал, что эти теги съедают под себя всю ширину родителя. Так? То есть h1 на всю ширину боди. Все, точка. h2 на всю ширину боди получился тоже. И поэтому они не могут находиться рядом, они не помещаются. А какая ширина боди? Что? Какая ширина боди? А зависит от ширины браузера. Сузили браузер, боди стало уже, да. Ну что, первую пару будет объяснить, а вторую пару будет? Ну, где-то так. Скорее всего, я даже чуть больше, чем одну пару буду объяснять. А вы чуть меньше, чем пару будете делать. Это хорошо. Да. Ну, так вот. Я остановился на чём. Потому что нам нужно переносить строки иногда, да? Просто перенести. И для этого есть специальный тех, который называется... Да. Бр. Брик. Да? Брейк, вернее. Перекинуть. Правильно. Перекинули. Это одиночный тех. Да, это одиночный тех. Ну, а зачем двойной? Начало перекидывания, конец перекидывания, да? Двойной ещё два раза. Так. Два раза... А что здесь же на две строки перекинули? Тише. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. На четыре строки перекинули. Бр-бр-бр. Так, тут понятно концепция? Есть ещё один тех, который не только перекидывает, но ещё и делает полосочку. Это хр. Хр. Я не помню, как он расшифровывается. Но он делает вот такую полосочку. Человек колледжа. Да. Ну, конечно. А продолжение будет уже идти ниже. То есть, если мы... Не, писать, писать всё равно. HTML не критичен в этом плане. Просто есть хороший тон, что текст должен легко читаться. То есть, мы должны легко видеть структуру. И у меня строка уже становится длинной, я переношу за следующую. Чтоб всё было коротеньким. Если это кусок текста просто пошёл, я бы туда его дальше и писал. Ну, так вот. HR. И здесь у нас будет... Ещё один привет, мир. Не важно. Ну, да. Будет... ГХБДДДН. Оп. Понятно, да? Есть вопросы? Нет. Нет. Это хорошо. Таким образом, мы с вами уже имеем какие-то базовые первые возможности по редактированию текста. Согласна? Пойдём. Что мы можем делать с текстом вообще, допустим, в Word, в Google Документах? Что мы делали? Можем выбрать сайт, ну, ну, ссылку, на которую перейдите. А вы подождите за это. Вы спешите. Вы можете сделать текст жирным, курсивным, наклонным, подчёркнутым, перечёркнутым, да? И в HTML для этого есть теги. Чтобы сделать текст жирным, есть текст B от слова Bolt. Я буду слово писать внутри. Давайте посмотрим, как будет выглядеть Bolt. Bolt выглядит Bolt, да? Жирный. Потом у нас есть теги от слова italics. Italic. Это какой? Vitalic. Курсив. Italic на английском курсив. Vitalic. Потом у нас есть тег с. Тони скрипт, аэс. Зараза, вредничать. А чтобы так не было, чтобы второй и не было, ну, на диверчоку был. Ещё раз. А что, на дыше, чтобы под конец было, что? Под конец было, что? Слайш. Деление. Да, конечно. То есть открывающий без, закрывающий все. Начало, конец как бы. Strike, перечёркнутый. Подчёркнутый. Есть тех you. Underline. Подчёркнутый. Подчёркнутый, да. Тегао нету, не спрашивайте. Есть тех sub. Substring. Нет, substring подстрочный. А есть надстрочный. Ну, конечно же, есть. Sub. Superstring. А можно сделать подстрочный и надстрочный вместе? Нет. Получится строчный. Тут понятно? Да. Так. Теги можно комбинировать. Например, я могу сделать И, а внутри И сделать Б. И тут написать Вася. Вася, каким у нас будет? Жирный. Кривым. Жирным, толстым и... Зачем Вы Васю жирным сделала? Зачем? Жирным, толстым и косым. Тут понятно? Да. Зачем Васю жирным сделала? При этом обратите внимание, что тег может лежать один внутри другого, но никогда не может быть ситуации вот такой. По рукам за такое набить. Нельзя так делать. Вот так нельзя. Что поменялось? Последовательность. А что если я сейчас попробую так сделать? А я Вам сейчас покажу, в чем подвох. Вроде выглядит так же, но давайте посмотрим код, который браузер сгенерировал на основе этого. Браузер понимает, что ага, программист дурак. И надо положить вовнутрь. Но так нельзя делать, это плохо. Это новый браузер, это хром, он нормальный. Он думает головой, а интернет-эксплорер головой не думает. И там могут быть всякие неприятные вещи. Есть спецификация, которая говорит, надо делать так, точка. Если делать не так, ситуация непредсказуема. Поэтому давайте учиться делать правильно, да? То есть один тек, если лежит внутри другого, то он лежит целиком внутри другого. Понятно? Понятно, что внутри этого И могут лежать что-то еще. Например, может лежать Ю. И получится вот так. Понятно? Да. Такое слово непонятно. Это неважно. Так, то есть мы с вами разобрались с заголовками и с базовыми тегами оформления текста. А вообще хочу отметить еще два интересных тега. Это тех ЕМ, по-моему, Эмбер. Если мне память не извиняет. Это курсив, да? Вы спросите, а зачем он надо, если есть И, да? Есть еще один тег? Это стронг. Я думаю, понятно, что он стронг. Итак, что же делают теги стронг и Эмбер? То же самое. Курсив и жирный. Странно. Они у нас уже были, да? У нас есть тех И и тех Б. Зачем эти? Все очень просто. Дело в том, что оформление страницы делится на две части. Это стилистическое, то есть визуальное на глаз. И смысловое, синтаксическое. Ну так вот. Предыдущие теги Б, И, С, Ю. Это все стилистическое оформление чисто для стиля. Вот, чтобы было красиво. Понятно? А вот эти теги, ЕМ и Стронг, служат для подчеркивания важности какого-то момента в вашем тексте. Понятно? Что? Как бы... Это уменьшенный вариант нашего кода. Зачем он? Для красоты. Ну вообще это прокрутка. На самом деле. Все-таки, во всякий случай, типа, важность, причем как важность чего-то, то есть, когда именно человек, который засматривает твой код, типа, потому что... Не, у нас есть такая штука, которая называется поисковик. А, я понял. Гугля. Я понял. Да, и вот Гугля ходит по сайтам и смотрит, что там есть. А, и самое важное слово, которое... И, да, вот эти вот моменты, они влияют. Они не сильно, но воздействуют на Гугл, чтобы он правильно ориентировался по странице. Понятно? Да, потому что человек не сможет раскидить разницу между квотой и страницей. Ну. Дальше. Есть такой момент. Есть такое понятие, как цитата. Знаете? Да. Оно обозначается как квоты. Куа. Да. Блок квоты. Мне кажется, кью-то не было. Куа. По-моему, просто квоты тоже есть, но если мне память не изменяет. Нет, только блок квот. Ну, так вот, цитата. Для чего нужны эти блоки, блок квоты? Дело в том, что иногда вы вставляете на свой сайт текст, который вам не принадлежит. Защищенный авторским правом. Показывая блок квоты, вы говорите, это не мое. Это просто вот, вот я вставил, я опираюсь на вот это. Понятно? Это важно в каком плане? Когда поисковый робот ходит по сайтам, он смотрит. Ага, украденный контент. Да. Украденный контент. Человек выдает себя за автора. Значит, его надо понизить в выдаче. А тут мы говорим. Это не мой текст. Я просто его использую как опору. И тогда он говорит. Ага, человек признает, что это не его. Основным материалом является что-то другое. И это не копипаст. Понятно? И таким образом мы немножко защищаемся от тоже такого вот момента. Понятно, что не все подряд можно грибки. Но тем не менее, это какая некая такая защита. Тут есть вопросы? Нет. А теперь дальше. Как вы заметили, вот эти теги, в отличие от H, занимают сколько места? Столько, сколько их содержимое, да? Да. То есть, если в них одно слово, они размером с это слово. Поэтому принято говорить, что вот такие теги называются строчными. Понятно? А если тег занимает всю строку, то какой он еще раз? Блочный. Да. То есть, строчный. Их может быть много в строке. Блочный один в строке. Но это еще не все. Есть такое понятие, как строчно-блочный элемент. Что это такое? Это, например, картинка. Картинки, кстати, вставляются тегом imj. И у него есть два обязательных атрибута. Это src и alt. src – это путь к картинке. Давайте создадим папку в нашем проекте. Назовем ее img. Ну, назвать можно как-нибудь по-другому, просто мне так нравится. Здесь не принципиально. И скачаем туда картинку. А я не против. Ну и сохраним его, соответственно, в наш папку сайт 1. img. Картинки не делайте на русском. Вообще, имена на русском в программировании забудьте. Нет такого. Именно файлов, именно папок, именно... Не дай бог. Да ладно, мы скачали картиночку. Вот она у нас есть здесь. Вот она, да? Можем даже открыть, заглянуть. Да? О, господи. Давайте ее вставим. В src я прописываю путь. Смотрите. Есть пути абсолютные. Это когда вы прописываете c:// и так далее. Или там http:// ссылку на какой-то сайт. А есть пути относительные. Когда вы пишете, смотря как будто мы в этой папке находимся. То есть у меня индекс лежит в папке, да? Как относительно индекса находится вот эта картинка? Надо зайти рядом в папку img, правильно? А там находится файл max... Что? Предложение REST DEFAULT. REST DEFAULT. Вот в картинке. DEFAULT. DEFAULT. DEFAULT JPEG. Да, так и подписываем. И какое у нас описание картинки? Котик. Зачем нужно это описание? Опять же, оно нужно в первую очередь гуглу. Нам оно не надо. Гуглу, когда он... Вот мы же ищем картинки, он же как-то понимает, что это? Он понимает вот этим описанием. А я просто думала, как он... Так, и обновим нашу страничку, и вот наш котик. О господи, я жил эпий. Котик большой, да? Давайте чуть подкорректируем это. Есть такой атрибут, его можно прописывать везде. Называется он style. Но внутри него можно писать разные вещи. И здесь я пишу width, двоеточие, 500 пикселей. Картинку измените, да? Ширину уменьшу. 500 за немного. Ну у нас монитор 1300, вот и считайте. О, что вложки? Да, где написано? А вы не видите его? Это не для вас. Самый удобный был бы язык для написания из сайтов, если бы это был обычный документ в Word. Просто ты мог все это изменять, как картинку... Ой, нет, вы не правы. Вы очень не правы. HTML с CSS это очень хорошая связка. Это самый удобный язык описания интерфейса. Насколько только возможно. Просто, когда вы это делаете в Word, там сделать правильное поведение было бы невозможно. Просто сейчас вам это кажется сложно, потому что вы никогда этого не делали. Когда вы сделаете 100 сайтов, вы поймете, что делать их очень просто. Именно визуальную часть. То, что мы учим на этом предмете, это визуальная часть. То есть логику мы здесь не делаем. А сложнее гораздо написать серверную сторону. Вот там надо думать. Это либо Java, либо тот же самый PHP. Вот именно там он используется. Либо Node.js. То есть... Сейчас тренд... Да, сейчас 4, в принципе, основных тренда по веб-разработке со стороны сервера. Это Node.js, это PHP, это C-Sharp и это Java. Вот 4 языка, на которых сейчас делается backend. Так, ну и ссылочку сделаем, да? Как делается ссылочка? Ссылочка на английском... Это якорь, анкор. Соответственно, тех называется буковкой А. Пишу А, нажимаю Tab. Видим, у него есть атрибут href. hreference. href. Реф-референс. Гиперсвязь. Куда мы ссылаемся? И ссылаться я буду на HTTP. Ой, лишнее Т. Куда-то я сейчас слэш-слэш. Это абсолютный путь. То есть HTTP говорит в интернете. По пути. Google.com. И здесь я сделаю что? Слово... Ой, спасибо. Google. Так вот сделаем. Теперь что у нас получилось? У меня получилась кнопочка Google, по нажатию на которую я попадаю куда? В Google. В Google. Естественно, я могу создать еще один HTML-документ и здесь прописать путь к нему. Вот раз. Понятно? Да. То есть эта ссылка может ввести куда угодно. Следует отметить, что внутри ссылки... Простите, что-то... Ужас какой-то. Внутри ссылки тоже может быть что угодно. Может быть картинка, может быть ряд других тегов. Да, просто ссылка. Да, просто внутри тега можно распустить кучу других тегов. А как тебе настроить интерфейш, чтобы он... Это заровно его посередине, подблизать? Это CSS. На самом деле, часть CSS-а я вам уже только что показал. Вот она была. Получается, надо взять файл HTML как балл, и потом... Итак, поговорим с вами про списки. Да, списки это хорошо. У нас в HTML есть целых три варианта разных списков. Вот так вот. Есть список нумерованный. Нумерованный в переводе на английский звучит как ordered. Поэтому он называется ordered list. Нумерованный список. Аббревиатурно просто all. All и тех так и называется all. Сами элементы, то есть каждый пункт списка... Пункт списка на английском звучит как list item, а сокращенно просто li. Например, one, two, three, three. One, two, three. Так, давайте посмотрим нашу страницу после этого. Ой, куда это я пошел? Не знаю. One, two, three. Так? Так, нумерованный список получился. Есть вопросы? Нет. 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 А какие вопросы? Следующий список. Ненумерованный список. А, с точками? Да. Ненумерованный unordered. Поэтому unordered list будет all. А элементы списка так же самое, лишки. Понятно? Да. А что если вы не писать только list? Просто писать цель. Ну, так, что не страшно. Не надо делать. Да, ведь чай не просит. Ну, это неправильно. Это просто неправильно. Это ошибки? Ошибки вы здесь не увидите. Вы увидите просто кривое отображение. Надо понимать, что HTML не является языком программирования. Это язык разметки. Не путайте. Это разные понятия. Разметки означают, что им описывается интерфейер. Это ссылка, которую мы делали ранее. Как видим, unordered list такой же самый, только с точечками. Понятно, что списки можно вкладывать в друг друга. Например, мы можем сделать так, что у списка будут подпункты. Для этого внутрь лишки я еще один нул положу, например. Понятно? Да. И что из этого получится? Вот что из этого получилось. То есть внутри пункта свои еще список идет. Понятно? Ну, можно вкладку one, например, или там написать, типа, ну, вопрос. 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 Ну, ладно. И третий вид списка, последний. Это dictionary list. Список определений. Словарный список переводит дословно. Аббревиатурно DL. Dictionary list. Вот dictionary list отличается от tool и all, чем? У него не один тип элементов, у него целых два типа элементов. Это термины. Dictionary terms. И это описание терминов. Dictionary description. Понятно? Поэтому DT dictionary term, сам термин. Например, я люблю приводить так. Book. Книжечка, да? И описание DD. Это у нас paper. Data source. Да? Аббревиатурно DL, типа? Dictionary list. Словарный список. Список определений еще его называют. В русскоязычном чаще всего список определений встречается. А DT это? DT. Dictionary term. То есть, само термин, да? А dictionary description. Это описание этого термина. Как это будет? Давайте я напишу еще одну DT. У нас будет здесь CD, например. И здесь будет DD. А это у нас будет Optical Digital Data Source. То есть, оптический цифровой источник данных, да? Обновим страничку и видим. Термин определения. Термин определения. Понятно? Есть вопросы? Нет. Вопросов нет. На этом, то, что мы сегодня с вами, я планировал разобрать, мы разобрали на самом деле. Ясно? Какие тут есть вопросы? Вопросов никаких нет. Хорошо. Если вопросов нету, я запись ставлю на стоп и даю вам задание. Спасибо. 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 Продолжение следует...